Евреи Евреи Окей, номер один. Евреи такие же люди, как и все остальные, кроме степени влияния. Что я имею в виду? У евреев есть хорошие качества и плохие качества. Евреи щедрые люди, евреи эгоистичные, евреи дисциплинированные, евреи недисциплинированные, евреи консервативные, евреи либералы, евреи богатые, евреи бедные и так далее по списку. Евреи такие же, как все остальные, кроме степени влияния. То есть я верю, что у еврейского народа есть особое призвание быть теми, кто изменяет мир. Быть Божьим светом миру — это предназначение и призвание. Когда мы, евреи, в гармонии с Богом, вы говорите о Павле и Петре, вы говорите о Моисее и Исаии, о самом Иисусе, пришедшем как еврей, правильно? То есть, когда евреи все понимают правильно, мы имеем диспропорцию в смысле позитивного влияния. Если же мы все понимаем неправильно, получаются Карл и Маркс этого мира, или сегодняшние радикальные левые евреи, когда мы все понимаем совершенно неправильно. То есть получается или много хорошего, или много плохого. Как я уже сказал, мы такие же, как все, но дело в масштабах влияния. Что же касается Иоанна 8, 44, Иисус не сказал, что у всех евреев отец дьявол. Библия говорит, что все, евреи и неевреи, без Иисуса, не находятся в правильных отношениях с Богом, и так или иначе огорчают Отца. Абсолютно все. Евреи и неевреи, вне Иисуса. Что написано в 1 Иоанна 5, 19? Мы знаем, что мы, то есть верующие от Бога, и что весь мир лежит во зле. Весь мир. И в Ефесянам 2 сказано, что все, говоря о неевреях, все были по природе чадами гнева и исполняли волю дьявола. Итак, это не конкретно у евреев отец дьявол, но у всех нас без Иисуса, так или иначе, отец дьявол. И нам нужно избавиться от этой идентичности посредством Христа.